Какая сейчас судьба у Лиги Иголовсии? Были новости о том, что, считаю, заблокированы. Я уточнил у работников, и все они сказали, что все в порядке. Когда Хабиб дрался, как-то до начала этого всего, мы были уверены, как-то чувствовали его мощь, его превосходство над соперником. А когда другие, Умар, Усман, другие молодые, все равно вот это волнение чувствуется. Кажется, что они еще молодые. Был бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Магомеда Исмаилова уже 38 лет. Возраст такой, который поджимает, да, близкий к твоему возрасту. Но при этом он выступает и за бой получает какие-то баснословные гонорары. Там, судя по слухам, 30 миллионов рублей. Посмотрите вот на этого человека. Наверное, Хабиб борется. Он, наверное, не позволит. Смотря на бои Усмана, я не видел сложных боев для него. То есть у него все бои прошли легко по его плану, по его диктовке. А вот Александр Шаблей, человек, который уже испытывал проблемы и знает, как там с ними справляться. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – это наш любимый энергетик. Мне предстоит долгая и сложная поездка в Абу-Даби на турнир UFC. Много бессонных ночей. И Горилла поможет мне найти энергию для того, чтобы делать для вас крутой и качественный контент. Спасибо им большое, что помогают нам делать то, что мы делаем. А мы начинаем наше видео. Шамиль, уже буквально через пару дней будет драться Умар Нурмагомедов. Вот здесь же в зале сейчас находится и Хабиб Нурмагомедов. У тебя отличаются вообще какие-то эмоции, там, не знаю, волнения от того, когда дрался Хабиб и от того, когда сейчас дерется уже молодое поколение, ребят? Знаешь, когда Хабиб дрался, как-то до начала этого всего мы были уверены, как-то чувствовали его мощь, его превосходство над соперником. А когда другие, Умар, Усман, другие молодые, все равно вот это волнение чувствуется. Кажется, что они еще молодые, выросли перед нами и что опыта им не хватает. Вот такое волнение всегда чувствуете. И если так, заедет его года, наверное, он даже больше опережает, там, по технике Хабиба, наверное, его возрасте. А так все равно чувствуется это волнение. Ты в углу будешь? Я нет. Ну, это твое решение или просто есть уже там тренерский штаб? В углу будет Хабиб, углу будет Хавер. Я думаю, остальные это чисто просто, как говорится, как массовка. Когда есть Хабиб, когда есть Хавер, который, истоков, который с ним работает, поэтому я думаю, что-то я там подсказал дополнительно, что-то такое. Мы с подготовкой были вместе, то, что нужно, мы подсказывали, поправляли. А так углу уже будет серьезный. Если Хабиба не было бы, конечно-то. Ты сейчас с кем-то из ребят работаешь или больше просто приходишь сам как-то там потренироваться или все-таки, не знаю, вот там Усмана скоро бой за титул. Вот Умар, наверное, просто по весу, да, поменьше тебя, поэтому нет смысла. Знаешь, мы все равно, все ребята почти выросли передо мной. И каждый раз, когда я прихожу в зал, я смотрю их не спарринги, смотрю, если даже каждый день не участвую, но я прихожу в зал, наблюдаю, что-то подсказываю, что-то поправляю. И когда пропускают тренировки или что-то, какие-то наставления, однозначно это все делаем. Не только там из топовых ребят, но и молодые МСМ всегда. Я присутствую в зале, прихожу, смотрю, кто пропускает кого-то там. Ну, такую беседу всегда провожу. А теперь небольшая, но очень важная пауза. Хочу рассказать вам о нашем телеграм-канале Вестник ММА. Ссылочка на него появится сейчас на экране, также ее можно найти в описании к этому видео. Почему нужно подписаться на Вестник ММА? Каждый день это новости из мира единоборств. Кроме того, инсайды, анонсы крутых поединков, аналитика по турнирам UFC, ACA, Беллатр, Ван, казахстанские промоушены, Найза и Октагон и много чего другого. Например, розыгрыш реакции от наших партнеров. Не побоюсь этого сказать, но Вестник ММА это один из лучших каналов, посвященный боевым единоборствам. Мы проверяем свою информацию, уважаем своих подписчиков и делаем крутой и качественный контент. Продолжаем видео. Я сегодня общался с Мавлидом Хайбулаевым. Я вам искал такую историю, что вот именно плеяда молодых ребят, ну, уже которые моложе Усмана, которые моложе Умара, они уже не такие пахали, вот как вы раньше были. Насколько правдивы у вас слова? Ну, знаешь, мне тоже кажется так же. Мне тоже кажется, что у многих ребят такого стимула нету, такого желания, такого нету, наверное. Может быть, это то, что как-то легко им дается. Мое время, например. Я не знал, откуда бой. Я каждый день пахал, потому что понимал, что тебе могут за 2-3 дня тебе искать. Вот на замену с кем-нибудь выйдешь, да, выйду. Вот сейчас там 100 пацанов в зале, если скажешь, там, может, там один, там, два человека, может, там, согласятся. А остальные там, из основных ребят скажут, нам нужен там лагерь, нам нужен подготовитель, нам нужен то и этот. Поэтому, наверное, какого-то стимула нет у них, наверное. Может быть, кажется, может ошибаюсь. Может быть, нам кажется, мы тогда много пахали, а ребята сейчас не пахают. Ну, так, тренировки, конечно, у ребят. У нас, может, тогда условий таких не было. У них хорошие условия, хорошие спарик-партнеры. И я думаю, что может нам это просто кажется. Не могу сказать, что по этим. А нет такого, чтобы прийти там на тренировку к молодым и с ними поработать, посмотреть? Сами, по-самому, почувствовать? Я с молодыми работаю. Вот Ахмад буквально в прошлом году, по-моему, становился чемпионом мира. Вот я ему сейчас на руку сделал. Я говорю, ну, давай расти, надо тебе тренировать. Вот и свет сделал. Видишь, как ветераны прошлись по нему. Поэтому приходим в зал, боремся. Ну, как говорится, чем в прошлом году. Каждый год я чувствую, там, ребята, вот они растут. Я в прошлом году как-то с ним легко работаю. В этом году очень тяжело. Ребята тоже на самом деле набирают. Может быть, я с возрастом слабее становлюсь. Может, они растут. Тоже такое. Ну, очевидно, что ты уже не вернешься. Но последний твой бой был с Нариманом Абасовым. Видел ли ты его сейчас, последнее выступление? Он дрался за пояс Лиги Найза и там проиграл Фаннин Раффин. Да, я видел бой. Ну, хороший бой. Хороший бой. Соперник навязал свою. Ну, как-то, не знаю. Мне показалось, что он настолько, не знаю, какое-то вот желание. Когда он в Fight Night дрался, какой-то огонь у него в глазах был. Вот поэтому я хотел с ним выйти. А здесь какое-то, не знаю, не пошло у него. Вот, не получилось свое навязать. А этот парень, как его? Фаннин Раффин. Фаннин неплохо подрался. Я-то думал, что как-то, когда у меня спрашивали, тоже говорил, что Нариман выиграет. Я Фаннина тоже знаю. Он в свое время в Ахмат к нам приходил. Как-то у него такая ударная техника была. Видимо, парень очень сильно набрал. Такой хайп тоже у него такой в последнее время. Поэтому, ну, не получилось у него. Ну, Нариман неплохой боец. Молодой. Все у него впереди. А есть какие-то бойцы, за которыми ты сейчас следишь, которые не находятся там в школе Абдулманаб Нурмагомеда? Вот, например, Нариман Аббасов, ты бой посмотрел? Есть какие-то бойцы, которые тебе карьеры интересные? Вообще, как ты сейчас по боям? Ты там просыпаешься на UFC, не знаю, смотришь ли какие-то турниры? Нет, на самом деле очень-очень редко, очень такие. Это когда близкие ребята, когда дерутся, только смотрю. Потихоньку-потихоньку я чувствуюсь, скажем, годом. И я отдаляюсь от этих боев, от всего этого. Как-то больше такая хобби у меня стала после боев, это охота. Больше времени провожу на охоте. Поэтому, где я когда на охоте, там связи нет никакой с внешним миром. Поэтому мало вижу. Потом как-то, не знаю, ленюсь смотреть повтор. А так, не знаю, посмотрим. Когда, наверное, свои там дети занимаются. Когда, наверное, они начнут выступать, может быть, обратно какое-то возвращение. Заново будет, наверное. А дети, ну, где? Дети занимаются, дети выступают по вольной борьбе, борются. И какие успехи сейчас? Ну, есть, на уровне там республики есть успехи, борются. Ну, еще молодые, 12-13 лет, все впереди. Ну, я думаю, еще, не знаю, до 20 лет они поборются. Если не получится, наверное, кто-то выберет какой-нибудь. Я только хотел сказать, ты разрешишь ММА, да? Ну, я думаю, я разрешен. Давай по Игл поговорим. Мы с тобой чуть-чуть за кадром поговорили. Какая сейчас судьба у Лиги Игловси? Были новости о том, что, считаю, заблокированы. Я уточнил у работников, и вот все они сказали, что все в порядке. Вот. Какие сейчас... Страшно кричат. Все в порядке, никаких проблем с Лигой не было. Лига у нас остановилась в свое время, что, ну, как бы, очень тяжело было находить спонсоров. И потихоньку вот так мы начали проводить все меньше и меньше турниров. Потом пришлось отпустить ребят. Отпустить, потому что меньше боев. Много хороших ребят, перспективных ребят. Вот они сейчас выступают, показывают себя ИСИА в других лигах. Поэтому начали проводить все меньше и меньше боев. И судьба, что, судьба мы ждем пока. Получится хорошая возможность, хороший партнер появится. Мы начнем заново. Я думаю, что можно собрать команду, можно собрать бойцов. Очень много молодых ребят. С каждым годом растут молодые. У нас раньше тоже всегда акцент был на молодых ребят. У нас всегда дрались такие, без особо рекордов, молодые. Там 1-0, 2-0 ребята. Вот такие ребята. Ну, как бы начнем заново. Так, предварительно, можно сказать, где-то есть договоренность провести турнир в Якутске. В прошлом году такое же время проводили там большой турнир. Я думаю, что в этом году тоже все пройдет нормально. Мы где-то в конце сентября проведем там турнир. Давай теперь поговорим по Усману. Это человек, с которым ты как раз можешь работать, ну, судя по весу. Вот, и можешь ему помогать в подготовке, можешь там чувствовать его борьбу. И я так понимаю, что, ну, не знаю, с Александром Шабленом ты пересекался когда-то на тренировку? Он просто тоже приезжал в Айкей. Вот, ну, я не знаю, вы с ним тренировались когда-нибудь? Нет, Шаблен я вообще никак не стал косо. Не стал косо. Даже не был в зале, где он проводил какие-то спарринги. Поэтому не могу ничего сказать про него. А по бою самому? Ты же бои смотрел? Ну, по бою, конечно. В свое время у меня я на него готовился. У нас с ним должен был состояться бой в Ахматы. Ну, конечно, он с каждым годом растет. У него хорошая техника, хорошая ударная техника. И думаю, будет очень хороший конкурентный бой для Усмана. А вот чисто по возрасту, да, по психологии готов. Просто Александр Шаблен такой парень, который прошел там всякие кровавые рубки жестокие. Смотря на бои Усмана, я не видел сложных боев для него. То есть у него все бои прошли легко по его плану, по его диктовке. А вот Александр Шаблен человек, который уже испытывал проблемы и знает, как там с ними справляться. Да, на самом деле это так. Но, знаете, мы думаем, что Усман дрался бывшими чемпионами. Дрался такими бойцами, которым мы в свое время говорили, вот, хорошие бойцы. Но он их прошел слегка, ну, легко и прошел. Поэтому мы все думаем, что там как-то такой конкуренции никто не создал. Усман растет. Усман с каждым годом растет, чем в прошлом году, в этом году. Мне намного сложнее с ним. Поэтому не сказал бы я, что Усман там какой-то. Это будет очень такое, очень серьезное испытание для него, для Шабли. Усман такой очень непредсказуемый боец, очень техничный. И во время боя может поменять технику. Поэтому я думаю, что Усман, ну, не сказал бы, что это легкий бой. Но я думаю, что с этим испытанием Усман справится. И напоследок, когда ты сказал фразу, что сейчас мои дети чуть подрастут, может быть, надо будет показать пример вернуться. Вот сейчас был бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Магомед Исмаилову уже 38 лет. Возраст такой, который поджимает, да, близкий к твоему возрасту. Но при этом он выступает и за бой получает какие-то баснословные гонорары. Там, судя по слухам, 30 миллионов рублей. Вот. Понимая это, насколько все-таки желаешь вернуться? Не, вернуться, это, я говорил, вернуться, наверное, больше времени в зал, а не на ринг. Наверное, вот посмотрите на этого человека. Наверное, Хабиб борется. Он, наверное, не позволит. Потому что, ну, очень, вот эти все ребята, которые близкие, не позволят мне такое, если я даже как-то захочу. Поэтому, наверное, я даже не думаю об этом. Вернуться в ринг. Ну, то есть, вот мысли, 30 миллионов, по сути, там, побоксировать, там, да, несколько раз. Даже в голову такого не приходит. Если я, я говорю так, если я знал бы, что вот пенсия, да, вот без боев так хорошо, я бы, наверное, пораньше ушел бы. Никто меня не напрягает, никому не приходится утром вставать. Спокойно прохожу, занимаюсь спокойно, все, вот, прихожу с ребятами. А так, где-то себя ограничивают, где-то не кушают, где-то что-то все время находиться на тренировках, в сборе. Хватит уже, сколько уже, 25-27 лет уже этим занимаюсь. И тогда финально, вот, да, я хотел сказать 30 лет, но ты сейчас сказал 27 лет. А вот после, действительно, 27 лет, там, строгих каких-то рамок и отношения к себе, ты никакую, там, не знаю, не чувствуешь депрессию, потому что ты должен был там вставать каждый день, делать пробежку, потом вставать, идти в зал, поспать, потом идти там на тренировку, туда-сюда. И вот после того, как ты был в таких жестких рамках, тебе, наоборот, по кайфу, что ты можешь там чуть побольше поспать, можешь куда-то поехать на 4 дня, где не ловить телефоны, не нужно тренироваться? Знаешь, первое время было сложно. Первое время было сложно. Тем более, в то время я каждый день находился там, каких-то постоянно находился на мероприятиях, в турнирах, в боях. Вот, когда я вижу, вот, бои идут, вот, как будто хочется туда уже зайти в ринг, было сложно. А вот со временем, когда ты потихоньку начинаешь терять форму, чтобы больше и больше, и понимаешь, ты вот, год ты не занимался, ну, можно полгода позаниматься и вернуться. А когда ты 2 года, 3 года не занимаешься, когда вот эти старые травмы начинают болеть, и ты думаешь, вот я сейчас делаю операцию на руку, вот, потом я когда вернусь, потом обратно, когда я начну, я там 3 года не занимался, сколько мне надо, вот в голове это все приходит, думаю, да зачем мне это надо? Ну, это как, поэтому, наверное, не вернулся. Спасибо, Шенни. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, RAC, PFL, OneFightNights, RCC, Niza и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram канал.